добрый вечер да небольшое небольшое собрание постоянных слушателей до посетителей клуба любителей бытовой токсикологии сегодня у нас финальное заседание последнее и сегодня мы поговорим о второй части тех ядовитых животных которые теоретически могут попадаться ну уже понятно что не в наших широтах а в тех куда может занести какой-нибудь надобности да то есть командировки даже отдых например и попробуем обсудить что вообще с ними можно делать чего не нужно делать ну и все в таком роде как обычно краткое содержание предыдущих серий по крайней мере то что касается животных да известно что их около 5000 видов тех которые вооружены химическим оружием и те которые представляют некоторую опасность для человека значит кроме того очень хорошо видно да что они распределяются в основном по теплому и влажному климату то есть очень очень желательно не закрывать если посмотреть то видно что больше всего таких созданий сосредоточено как обычно индия да австралия южная америка и так далее вот как раз примерно об этих животных мы сегодня и поговорим еще раз напомню да какие они бывают в принципе сами по себе вот что они могут быть либо первично либо вторично ядовитыми в зависимости от того сами ли вырабатывают ли яд либо просто его накапливают ну и те кто первично ядовитые да они могут быть либо активно либо пассивно ну и активно у них будет может быть какое-то вооружение специальное либо кого-то специальное вооружение быть не может и еще один слайд с прошлой лекции просто напомнить такая своеобразная попытка просто выстроить наиболее известные токсины по своей летальности по своей мощности для человека да и у нас получается что вот например среднеазиатская кобра это один из самых слабых из этих вот ядов из этих десяти если мы разберем а самый сильный почему-то получается гемолимфе личинок жуков листоедов до из которых делают стрельный яд в африке и которыми валят 500 килограммовых жира о некоторых ядов которые здесь есть мы сегодня поговорим напомню что красным цветом обозначены те против которых до сих пор пока никаких антидотов не придумано зеленым цветом против которых есть антидоты и вот желтым цветом один о нем мы сегодня отдельно поговорим я объясню почему желтым цветом и со звездочкой так но начнем с кобр но если быть точнее конечно с аспидов потому что кобра это просто один из представителей аспидов да это достаточно большое семейство так у нас почему-то съезжает на немножечко они это не очень конечно хорошо будем надеяться да что это будет не сильно мешать вот восприятию с этим делать видимо ничего сейчас это видимо зависит от ноута но хорошо значит все аспиды ядовиты все представители интересно что их латинское название происходит от греческого термина морская змея почему это так чуть чуть можно попозже будет сказать почему так получилось стекли стеклись обстоятельства очень интересно что теперь это в общем соответствует действительности название морская змея действительно среди аспидов есть морские представители если посмотреть где они обитают то в общем то получается достаточно существенная часть земного шара и как я уже сказал есть и сухопутные виды есть и морские и практически весь земной шар затронут аспидами но как мы видим до российской федерации канада немножечко спасены от этого от этой напасти но и понятно что в антарктиде только пингвины и полярники и кстати еще отдельно да новая зеландия и из известный факт да ирландия который вообще ничего нет ядовитого ну и так далее то есть по большому счету аспиды распространены по всему миру и действительно если посмотреть статистику укусов то в общем то достаточно выраженное число аспидов до которые кусают людей несмотря на то что скажем той же и не индии цепочные цепочные гадюк или добоя она в общем то один из лидеров по укусам с другой стороны там есть и кобра и все остальные которые в общем тоже не отстают и вносят свой вклад в покусание человечества опять же можно посмотреть ну достаточно логично да там где больше всего этих змей встречается там чаще всего попадаются укусы в том числе с летальным исходом значит ну в принципе можно сказать что вас предостаточно красиво по крайней мере с моей точки зрения и они достаточно хорошо выражено отличаются от гадюка которых мы говорили на прошлой лекции можно посмотреть например что у них нет шейного перехвата да то есть если у гадюки такая копьевидная голова то здесь все достаточно гладенько чистенько то есть такая очень красивая красивая змеюка да это вот как раз египетская ковра или на ягая одна из ну не самых больших представителей да но тем не менее встречающийся в северной африке и в общем то да действительно встречи с ней в том числе иногда заканчиваются летальным исходом к счастью не так часто как могло бы быть потому что сейчас разработан достаточно такое неплохое лечение по крайней мере то если мы говорим о кобра да то есть есть специфическая сыворотка против кобра она есть практически во всех странах и во всех медицинских учреждениях где эти животные эндомичные так что в общем то получить нужную и достаточную медицинскую помощь сейчас стало намного проще чем скажем например хотя бы века полтора назад значит самое известное из кобра наверное я так думаю это индийская кобра донали на и и что интересно да если мы вспомним нагас нагайной да это из известного произведения ректи китая то их имена происходит как раз вот от латинских названий да то есть они созвучны им индийская кобра не самое крупное но не самое мелкое создание может быть где-то метров до двух в длину изящное тело да и характерный рисунок на капюшоне и вообще в принципе вот для индийской кобра именно этот капюшон он самый характерный он и и получается самый большой такой красивый значит почему это происходит да зачем это вообще вещь нужна кобрам я чуть попозже обещаю но мы просто запоминаем да что это как бы вполне себе такой характерный вид это стойка такая угрожающая предупреждающая и капюшон раздут да видны вот эти яркие как бы глаза да именно поэтому ее иногда называют очковой змеи потому что действительно напоминает пенснен в индии эти кобры эти конкретные эти кобры очень распространены понятно что это следует и в из название и достаточно большое количество летальных исходов приходится в том числе и на кобр но тем не менее даже не 50 процентов что интересно и попозже покажу на кого приходится побольше но вот на них процентов 10-15 укусов с летальным исходом приходится именно на кобры очень красивое создание королевская кобра у нее есть несколько причин почему ее называют королевской во-первых она питается другими кобрами которые помельче да то есть она как бы королева и она может решать кому жить кому нет и она съедает тех кто помельче в том числе всех ядовитых во вторых размеры да то есть рекордный размер зафиксирован по крайней мере то что удалось найти в описаниях 5 метров семьдесят один сантиметр то есть это очень очень большая змея и ядовитая из ядовитых это получается самое крупное что еще интересно у нее есть уникальная способность она может поднимать в воздух почти половину своего тела то есть если другие кобры где-то примерно 3 дату она может вставать практически на половину почти на половину если учесть что средняя длина где-то метр три с половиной четыре да то если она встанет она в общем-то может заглянуть в глаза и спросить там ну не знаю последнее желание там индийскую прописку или что-нибудь в этом роде потому что она вполне может дотянуться вот так вот до человека другой вопрос что человек как-то ее в ее сферу интересов не входит потому что она как раз нападает на тех кто помельче человек в этом смысле она понимает что проглотить просто не сможет и поэтому чаще всего она старается ретироваться но предупредив перед этим конечно что она здесь на месте что интересно не одна из характерных особенностей этих кобр по крайней мере так описывают и если посмотреть на видео интересно это если кобры поменьше шипят то королевская кобра рычит то есть у нее основная гармоника доминанта приходится на 600 герц то есть это такое достаточно выраженное рычание вот производит достаточно хорошие впечатления очень сильное и сразу понимаешь что нет все нормально да никакой индийской прописки надо мы пошли и змея опять же змея чаще всего уходит то есть нападение со стороны королевской кобры описано меньше всего значит что еще какой еще какая еще есть тонкость что она вводит достаточно большое количество яда поэтому действительно не удержаться лучше подальше и несмотря на то что яд у нее слабый но зато большое количество потому что есть животное большое и соответственно я накапливается много и поэтому просто берет массы если посмотреть то у аспидов немножко другое строение зубов это связано с тем что это более древние создания чем гадюки гадюки молодые в эволюционном плане и они научились убирать свои клыки как я ядовитые зубы если говорить правильно они вы их научились убирать как бы в ножны да то есть у них есть специальные складки специальные мышцы которые за это отвечают и они складывают со спидами немножечко похуже это более древние как я уже сказал создание и зубы у них фиксированы то есть они не убираются они поменьше да вот здесь хорошо видно как раз это королевская кобра ну и зуб на самом деле не очень большой и если посмотреть на черепе тоже не впечатляющих размеров конечно кобры очень берегут свои зубы именно поэтому они такие якобы благородные да но им просто деваться некуда дело в том что эти зубы достаточно хрупкие и если они увязнут в чем-нибудь что не предназначено скажем для укусания какой-нибудь сапог какой кирзовый или что-нибудь в этом роде достаточно мощная вязкая то очень часто дело заканчивается просто поломкой зуба для кобра это в общем-то катастрофа понятно что один зуб это как бы еще не совсем все плохо потому что опять же в отличие от гадюк яд при укусе выделяется только через один канал ядопроводящий а второй зуб и как считается как бы запасным на тот случай если будь травмирован основной рабочий зуб но если кубра теряет оба зуба то все естественно что она умирает от голода потому что после этого она охотиться просто не может значит что интересно что зачастую вот те заклинательные змеи которые орудуют как раз с кобрами одним просто удаляют эти ядовитые зубы чтобы не рисковать хотя вроде как есть описание тех людей которые могут и с вооруженными копами общаться там зная каких-то особенностей поведения но я думаю про избавиться в шанс карты и как по крайней мере приходилось слышать такую версию что это дудка не просто по башке бьют и после этого кобра начинает пугаться и она уходит от этой дудки именно потому что я когда-то били ну то есть это такая специфическая достаточно дрессировка очень не очень одобряемые в принципе защитниками животных и кобрами вот но тем не менее пользующийся популярностью значит это как бы такой туристический аттракцион значит есть кобры у которых ядовитые зубы немножко изменились вот например мазамбикская плюющиеся кобры понятно из названия до что она умеет не только кусать но и вот разбрызгивать на достаточно большое расстояние на несколько метров свой яд если мы посмотрим на строение зуба да то вот у плюющийся кобры получить появляется полочка и достаточно узкое отверстие посмотрим у обычной кобры достаточно широкая и направлено чуть в сторону когда сверху идет давление то есть мышца который выбрасывает яд сокращается идет давление и яд как бы стекает вниз здесь в данном случае он будет выстреливаться непосредственно вперед но понятно что это можно применять не только для того чтобы разбрызгивать яд а этот зуб вполне пригоден для того чтобы кого-то кусать и дальше уже внутримышечно вводить токсин в данном случае по крайней мере плюется а чаще всего в целях самообороны есть много достаточно видео на ютюбе когда например оплевывает льва и ему естественно не нравится потому что глаза впадают такая достаточно неприятная жидкость яд кобры чуть попозже обсудим он много компонентный и в нем есть не только нейротоксины но и некоторые раздражающие вещества и так далее то есть действительно приятного мало когда тебе плюнут прямо в глаза мамба одна из самых наверное известных змей именно из мамбов из этих из аспидов черная она именно потому что у нее вот такая пасть на страшное черное думаю что и слово многие действительно знают по надоевшие свое время рекламе но мамба в общем-то достаточно опасна для человека в том смысле что она вводит большое количество яда еще больше даже чем королевской эпохи если мы пересчитаем в граммах и миллилитрах во всем остальном то получится где-то ну примерно 400 наверное 400 миллиграмм она вводит за один укус то есть это в общем-то гигантское количество достаточно для того чтобы гарантированно убить любого человека за несколько минут значит как действуют кобрины яд и я расскажу вот как раз на примере яда черной мамбы сожалению тут очень много поехало ну ладно я так надеюсь что мы разберемся в любом случае как я уже сказал яд кобр много компонент основной у всех аспидов основной ингредиент это нейротоксины понятно что их основная задача обездвижить жертву чтобы она никуда не делась то есть нет никакого никакой задачи там свернуть кровь у нее начать какое-то переваривание или еще что-то поэтому подавляющее большинство испомогательных ядов в том числе они действуют на различные компоненты цинаптической передачи то есть есть предположим компоненты которые действуют на ацетилхолинской разум и просто и блокируют в результате мы получаем ну что-то вроде отравления фосфорганики пример значит есть компоненты которые действуют уже на постсинаптической мембране и не дают связываться положим тем медиатором которые должны связываться с мышечным волокном чаще всего это ацетилхолин есть достаточно специфичные компоненты которые действуют только на определенные виды каналов например они могут работать на входящих каналах на потенциал зависимых кальциевых каналов вот здесь либо например на потенциал зависимых калевых каналов это вот на той стороне терминале дендротоксин да одно из составляющих что это дает это выводит гарантированно вводит синапс практически из строя причем надолго и если мы подумаем что чем это должно закончиться но в общем параличу да то есть жертва или в том числе человек просто перестает двигать всеми своими мышцами в основном в первую очередь конечно это скелетная мускулатура чем это заканчивается естественно остановка дыхания сердечной деятельности ну и неспособность убежать естественно это как бы одно из основных для этого в принципе этот яд и был создан природой и появился конкретно у этого семейства значит если мы посчитаем как я уже сказал яд мамбы да пересчитаем на мышей то получится что если мышь массы 1,3 тонны вдруг будет пробегать мимо мамбы ей хватит заряда этого яда для того чтобы ее гарантированно уничтожить то есть если мы посмотрим да ну средняя летальная доза не такая большая то есть в миллиграммах да то есть не в микрограммах не в нанограммах а всего вот 0,28-0,32 миллиграмма на килограмм массы тела но тем не менее еще раз повторюсь это практически у всех аспидов такая тактика яд может быть и не очень сильный но зато много чтобы уж точно никто никуда не ушел и вот мамба например в Африке да это как раз один из чемпионов по убийствам людей то есть количество летальных исходов 50 процентов летальных исходов от укусов ядовитых змей в Африке приходится как раз на черную мамбу понятно что она и в местном фольклоре очень хорошо представлена да и в литературе неоднократно встречается но опять же да то есть посмотрите зубы вот маленькие такие зубки вон наверху совсем маленькие но тем не менее одна из самых опасных змей ну в общем то да есть что то в этом роде да то есть от страха еще как бы заранее но в общем то да считается что счет идет на минуты то есть если то главное как чтобы мамба была заряжена да целиком потому что бывает так что она еще на подзарядке то есть она пока что яд весь не накопила после предыдущего укуса но если она целиком заряжена то да хватает буквально несколько минут для того чтобы человек встретился с летальным исходом и к сожалению да такое описано она агрессивная что ли? да да мамба агрессивная то есть если остальные как то более-менее то мамба она еще и в общем то достаточно агрессивная раз и во вторых она ведет древесный образ жизни вот и поэтому с ней приходится иногда вот так сталкаться лицом к лицу там здрасте я мамба да ну вот это то есть она в общем то считает своей добычей все что движется мимо этого дерева или если там либо человек полез на дерево зачем то либо просто мимо проходил когда он неудачно свисал либо сел под деревом отдохнуть ну в общем то то есть мест для встреч получается гораздо больше чем с той же коброй который по деревьям как то не особо ловит значит опять вспоминаем да знаменитый мультфильм про реки Тикитая и ну да действительно даже если посмотреть он немножечко похож вот это настоящий мангуст второе название я никак не могу запомнить да вот он самый это египетский мангуст да это индийский индийский там еще какое-то название второе вот я никак не могу запомнить вот он тоже на м по моему ну неважно в общем то есть или настоящий мангуст то есть это вот самый настоящий мангуст который на прошлой лекции борисович делал очень хороший комментарий по поводу того почему змеи конкретно кобра например от своей яда не умирают я посмотрел уточнил да действительно у них есть лишний полисахаридный хвостик на рецепторе и именно из-за этого тот яд который даже если вдруг он попадет к ним в кровь то в общем то ничего не произойдет и самое интересное что похоже что нечто нечто аналогичное выработалось у мангуста поэтому они совершенно свободно питаются кобрами и в общем то даже если происходит укус то для мангуста это не смертельно хотя вот в фильме вроде показывали да что там вернее в мультфильме но киплинг не очень знал конкретно биологию вот это взаимоотношение между мангустами и кобрами но тем не менее он почти правильно все рассказал почти правильно что интересно что если бы вот этот кобрин ребенок вылупился он бы уже был ядовитым сразу то есть кобры рождаются ядовитыми сразу со всем оборудованием которое положено и они опасны даже в маленьком состоянии значит что еще интересно что понятно что не только сейчас мы попробуем если видео получится показать нет скорее всего не получится а жаль ну неважно в общем тогда придется так рассказать что с кобрами умудряются справляться не только те кто специально для этого предназначен но и котики они очень удачно играют с кобрами в умирании и есть одна из версий значит не знаю насколько точная что в египте их одомашнили в том числе еще и потому и обожествляли что они защищали дом от местных кобр от египетской кобры и достаточно часто выходили победителями есть много видео опять же на ютубе можно поискать как коты справляются с кобрами и на самом деле удивительно потому что иногда на некоторых видео в замедленной съемке хорошо видно как кобра скажем дважды за время удара меняет направление броска и кот тоже в полете также дважды своим туловищем то в одну сторону отставляет то в другую то есть скорость реакции у них примерно одинаковая ну а так как кот в общем то и помощнее и оборудование не соответствующее и когти и зубы все остальное то чаще всего конечно обедает или завтракает кот что интересно что коты в общем то они не только кобрами питаются в астраханской области у бабушки неоднократно приходилось видеть как коты таскали с речки или ужей или гадюк вот и в общем то вполне были довольны тем что попадался такой большой и сытный обед значит что интересно о них не съедали целиком они в основном отгрызали голову ну и так немножко пожуют а потом в основном гоняют играют вот то есть удовлетворяет свой охотничий инстинкт ну мало ли что она ползает а тут я иду но что интересно что у котов вроде по крайней мере не встречалось такое описание чтобы у них были какие-то специальные защитные механизмы то есть они справляются исключительно за счет быстрой реакции и хорошего вооружения более скажем так более лучших охотничьих навыков что интересно что укус кобры практически безболезнен то есть компоненты яда в том числе на их основании разрабатываются некоторые анестетики сам момент укуса чувствуется очень слабо ну разве что она там будет рычать и рвать плоть вот но это обычно редко бывает да то есть просто если укус какой-нибудь ну например в голень да здесь у нас и так на передней поверхности не особо с нервными окончаниями либо мы идем через какую-то траву да предположим продираемся и там постоянно какие-то колючки еще что-то иногда можно просто не почувствовать и так сказать иногда может развиваться уже соответственно клиника и только по клинике можно понять что вас укусили самое первое это что возникает неврологическая симптоматика это общая депрессия имеется в неврологическом смысле то есть развивается сонливость внезапно нарушается походка человек начинает спотыкаться не может держать голову нормально да то есть она начинает вправо влево там падать опускается веки так называемый птоз да то что называется птозом то есть достаточно характерная черта именно при укусах вот такими созданиями задрудняется глотание скорее всего будет слюна стекать если она не проглатывается кроме того вот этот многокомпонентный яд у него есть еще кардиотоксический эффект он развивается не у всех людей но если он развивается то это как бы уже сразу сильно ухудшает прогноз потому что летальный исход может возникать из-за асистолии ну как мы уже говорили да то есть все мышцы прекращают работать то же самое может произойти с миокардом который тоже у нас является достаточно мощной мышцей все остальные проявления как например там какие-то некротические явления в месте укуса головная боль тошнота рвота они для кобриного укуса как раз меньше всего характерны встречаются чрезвычайно редко ну понятно что бывает например если инфицирование раны и небольшое количество яда было выведено то может да может развиваться в том числе и иногда даже анаэробная инфекция гангрена то есть такие случаи описаны когда после укуса кобры но это не из-за того что яд так действует а просто значит кобра не чистила зубы после предыдущего приема пищи значит что еще да по первой помощи значит здесь как раз тот случай когда жгут как раз показан то есть у нас как когда мы говорили о гадюках мы подчеркивали что там яд обладает гемолитической эффектом он разрушает кровь разрушает ткани и так далее поэтому если мы его зажмем в одном месте ну в месте укуса то соответственно мы усилим клинику усилим разрушения те которые будут происходить и это естественно ни в какие ворота не лезет и мы этого не делаем здесь же наоборот поскольку это нейротоксический яд да то есть он будет действовать на вес организма и не самым лучшим образом поэтому нам желательно ограничить его место пребывания жгут для этих целей подходит как нельзя лучше единственное что если мы все таки заметили укус и после этого укуса прошло ну хотя бы не больше пяти минут да то можно воспользоваться экстрактором яда про которое чуть 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 попозже расскажу после этого сразу накладываем жгут либо одновременно если человек если есть несколько людей которые могут оказывать помощь либо же если это происходит скажем так просто с каким-то одним партнером или вообще человек один то сначала пытаемся убрать яд в первые пять минут получится где-то до сорока процентов его убрать если использовать специальное устройство но уже через пятнадцать минут получится лишь процентов пять-семь отсосать этого яда из ранки поэтому дальше уже никакого смысла применять ни экстракторы, ни банки, ничего никакого смысла нет после этого иммобилизация да то есть если это рука соответственно мы ее либо прибертовываем к туловищу либо делаем луки обычные вешаем предположим на перевесе и так далее то есть в любом случае эта рука не должна или нога не должна двигаться и человеку обеспечивается покой зачем тоже понятно для того чтобы мы уменьшили кровоток и замедлили распространение яда по организму и не усиливали не ускоряли развитие клиники после этого доставляем медучреждения потому что других вариантов нет мы никак человека на месте не спасем единственное что можно сделать это вводить специализированную антикобрину сыворотку она как я уже сказал есть во всех местах где водятся эти животные не знаю есть ли они в средней полосе скорее всего нет потому что ну как вы сами понимаете если только что кто-то держит дома таких созданий в качестве экзотических питомцев ну вот скажем где-нибудь ближе уже туда к Астрахани и Казахстану к границе то да там периодически в некоторых учреждениях встречались в укладках в том числе и сыворотка антикобра поскольку среднеазиатская кобра иногда там внезапно обнаруживается чего не нельзя делать ни в коем случае лампастные разрезы либо вообще какие-нибудь разрезы то есть иногда показывают ну либо в фильмах либо в книгах описывают либо еще что-то то есть прям кусок мяса так вырезают с этим скобренным укусом так откидывают и все продолжаем так сказать движение дальше нас кобра не остановит все такое ну понятно что это только увеличивает травматизацию и значительная часть яда уже пошла по кровотоку то есть вскрывать придется вот так вот дальше целиком все артерии, вены и так далее оттуда все это вычищены значит то же самое к прижиганию то есть единственное что это оставит это очень хороший шрам будет вот и вы даже закроете эту рану да через которую можно было бы на самом деле попробовать экстрагировать яд опять же ничего хорошего опиоидные анальгетики да если ну вдруг какие-то боли выраженные у человека и так далее совершенно случайно в какой-то укладке есть морфин или что-то в этом роде обнопон и так далее то ни в коем случае применять это нельзя потому что опиоидные анальгетики у нас угнетают дыхание а здесь мы и так у нас яд тоже направлен именно на угнетение дыхания на все остальное мы как бы просто поможем кобре доделать свое дело то же самое касается алкоголя поскольку он у нас тоже депрессант и нейротоксический яд то есть мы просто будем добавлять дополнительные повреждения к тому что он творил значит если мы говорим об экстракторе да то я вот уже на второй лекции показываю достаточно простенькое устройство ну правда у нас я его не видел да то есть он скорее но есть во всех интернет-магазинах который на букву алиэкспресс и так далее я по-моему на ebay брал уже не помню принцип прост да то есть это вот такая ну что это сложно сказать конкретно мы ставим вот этот переходник на место укуса и вот то есть идет достаточно ощутимое разрежение вот и соответственно мы просто этот яд потом сбрасываем то есть ртом это делать очень не рекомендуется почему ну потому что вы не можете гарантировать что у вас предположим абсолютно здоровый рот да кариес какие-то трещины микротрещины там авточки то что называется да то есть автоматит и так далее все это увеличивает вероятность попадания яда в кровоток и вместо одного отравленного будет два ну и как бы вы сами понимаете ничего хорошего в этом нет поэтому лучше пользоваться вот такими специальными устройствами тем более что они как бы не очень дорогие и применяются в том числе и в наших широтах например для ну после укусов пчел например очень хорошо упирает яд помогает убрать и само жало ну в общем то удобная штука тем более если учесть что там несколько есть насадок в зависимости от степени повреждений есть даже бритва да для того чтобы сбрить лишнюю лохматость если она мешает ну в общем то работает неоднократно уже проверено в деле на пчелах штука хорошая но еще раз повторяю первые пять минут дальше никакого смысла вообще либо сразу либо сразу после применения экстрактора применяем жгут любой абсолютно любой опять же единственное что вот эти вот стандартные скажем армейские жгуты да которые внизу либо еще более старые модели с металлическими такими цепочками их не применить против себя ну точнее так на бедро например вы еще сможете наложить да потому что его нужно растянуть сначала первый а потом уже накладывать первый тур на руку например уже так не сделаешь и поэтому ну можно пользоваться вот такими самыми обычными они как раз предназначены для затягивания на одной руке и правила здесь точно такие же как со всеми остальными жгутами да то есть что мы накладываем не на голое тело и наверное даже на рубашку тоже будет маловато то есть надо здесь хотя бы обычно полотенце подкладывают вот и затягиваем до исчезновения пульс то есть проверяем пока не исчезнет пульс вот если пульс исчез значит мы наложили правиль и по большому счету здесь действует абсолютно то же правило что и для обычных жгутов да то есть мы эту руку потом и мобилизируем и не больше двух часов в летнее время ну как мы уже сказали в зимних широтах такие звери не обитают поэтому речь будет скорее всего идти о достаточно теплом климате не более двух часов после этого придется ослаблять второй раз накладывать уже не будет никакого смысла то есть для укуса кобры в принципе достаточно будет одного раза на два часа если за это время вы не доставили человека в больницу ну скорее всего уже никуда и не успеете больше доставить особенно если количество яда было большое в крайнем случае для себя например ну если нет опять же таких жгутов можно использовать классическую закрутку да то есть вплоть до того что там не знаю майку взять превратить ее в жгут такой опять же обернуть вокруг руки взять любую палку любую железку и вот просто просто закрутить до исчезновения пульса ну все-таки хоть какое-то подтормаживание распространение яда и некоторый выигрыш во времени все-таки либо до вас доберутся спасатели или медики соответствующими препаратами либо вы довезете пострадавшего или самого себя так скрутка очень много в обычных ситуациях долго получается ну вот с жгутом даже с пряжкой оно удобнее у человека даже впервые ты накладываешь жгут он не ошибется ну он не у всех есть он не у всех есть с собой это да а кстати самый простой сейчас и в аптеке не купишь это да я как раз хотел поискать у себя последний армейский который у меня остался на памяти но за 15 лет он уже рассыпался то есть я его так не разлетелся просто вот хорошие раньше были и материалы перевязочные да были намного лучше и жгуты в том числе но тем не менее для укуса скажем так для остановки кровотечения скорее всего этого не хватит да то есть я его в бою такой не применял ни разу вот но по крайней мере пульс действительно исчезает то есть для остановки распространения яда для замедления скажем так распространения яда эта вещь наверное все таки подойдет продолжаем это тоже аспиды но уже морские то есть как ни странно по крайней мере раньше их вроде бы там не было в аспидах но теперь аспиды обладают и представителями царства Нептуна ну или Посейдона тут уж как у кого как один из самых известных представителей это кольчатый плоскохвост очень красивая змея то есть здесь не очень хорошо видно но вот эти вот кольца они более синие то есть такие бирюзовые наверное даже змея очень красивая и очень ядовитая то есть здесь сразу есть особенность у морских аспидов яд более концентрированный это понятно потому что если жертву не добить она слиняет куда-нибудь в рифы и либо выживет либо ее съест кто-то более шустрый потому что она уже подраненная поэтому надо чтобы яд действовал быстро здесь же на месте и понятно что концентрация яда у морских аспидов выше чем у наземных концентрация нейротоксина тоже соответственно выше единственное что есть им надо пореже едят они пореже чем наземные обитатели и именно поэтому время перезарядки у них достаточно большое то есть может доходить например до суток полное восстановление объема яда может происходить за сутки поэтому если змея уже поела использовала свое оружие то даже если вдруг случится неудачный контакт с человеком то человек не обязательно погибнет но все таки такая вероятность есть поэтому вот так вот делать крайне не рекомендуется да действительно кончатый плоскохвост чрезвычайно миролюбив то есть настолько что с ним творят вот такие вот вещи этих фотографий полон интернет это я вот просто первый попавшийся взял там даже с детьми я не представляю зачем они это делают да ну тут только цитату министра иностранных дел можно применить вы никогда не знаете что в голове у змеи ну вот не знаю но не понравится ей станет ей что-нибудь больно или еще что-нибудь ну или просто надоест ну это ж змея то есть это даже не кошка просто цапнет и все потому что ну а что вы дальше будете делать пока вы с этого песчаного пляжа доберетесь а если это где-нибудь в воде вот на море например и человек один ну вот зачем я честно не понимаю змея чрезвычайно ядовитая зачем такие шутки но только показывать да вот у меня в руках самая ядовитая змея нашего моря ну ладно может ее с кем-то путают нет не путают везде подписывают это кольчатый плоскохвост ее специально они все знают те кто ее берут они знают в особенности ее что она так сказать такая не в воде она достаточно вялая опять же миролюбивая она просто ждет когда ее наконец отпустят и именно поэтому то есть это конкретно на них прицельно вот например вот с этой вот такого не делают да потому что это извините совсем другое гидрина ластохвостая видите такое длинное такое весло вместо хвоста и носатая ну да ну то есть прям видно и у нее прямо на лице написано что вот ее в руки брать ну совсем не надо абсолютно потому что нее приходится половина укусов всех всех морских змей и соответственно с очень большим количеством летальных исходов почему потому что люди просто не успевают выйти из воды например часто страдают дайверы либо ныряльщики какие то просто купальщики там выезжают предположим в море на какой то лодке далеко не у всех есть с собой в лодке та укладка которая сможет спасти при укусе вот этой змеи там применяется такая же антикобра в точь то есть такая же сыворотка но опять же она далеко не у всех есть потому что нужен холодильник чтобы там этот препарат хранился нужно делать все таки перед этим пробу потому что все сыворотки вводятся только с пробой без этого никак иначе можно убить человека анафилатическим шоком если его не добила змея поэтому ну вот чаще всего просто не успевают довести до специализированного учреждения и люди либо тонут в воде да потому что большое количество яда как я уже сказал из-за этого очень быстро выключаются мышцы человек просто не может плавать не может по-нормальному дышать ни через маску ни тем более через баллон и нередко описываются случаи когда те же дайверы вытаскивают на оружие просто трупы потому что да для наступления детального исхода от полностью заряженной змеи достаточно буквально нескольких минут да вот там речи на иногда даже вот тридцати там шестивести секундах может идти еще одна очень красивая змея пеламида да вот в билайновских цветах такая значит у нее есть особенность да то есть у нее есть своя особенность яда помимо того что там очень мощный нейротоксин у нее еще есть компонент некротический который действует миолитик в общем то есть он разрушает мышцы большое количество миоглобина соответственно вылетает в кровь забивает почечные канальцы и человек получает острую почечную достаточность плюс к тому что у него выключаются мышцы прекращается дыхание и нарушается работа сердца и кроме того еще есть компонент который нефротоксичный и бьет конкретно по почкам вот то есть вот эта змея убивает тоже с достаточно большой эффективностью другое дело что вот почему предыдущую носатую такую красавицу часто на нее натыкаются потому что она незаметная у нее такая достаточно специфичная окраска то есть скольчатый плоскохвост прям такой ярко выраженный красивый его видно очень хорошо здесь тоже очень хорошо видно да и черный цвет такой желтый то есть контраст очень выраженный а вот так предыдущая гражданка она прям такая вся замаскированная и она очень часто попадает еще в сети в рыбацкие и из-за вот этого внешнего вида ее нередко путают с угрем ну мось когда действительно немножечко похоже и очень часто рыбаки это как раз одна из скажется так групп риска и одни из основных людей которые страдают от укусов вот тех морских змей плоскохвост и вот этого перепутать сложно а вот с ингидрин как раз с ингидриной как раз проблем побольше как мы видим если посмотреть на среднюю летальную дозу яда то получается что она где-то на порядок поменьше чем у кобра да то есть как я уже сказал яд более концентрированный почти в десять раз получается разница так что человека который пострадал от укуса морской змеи и первым делом мы оттаскиваем вынимаем из моря да и оттаскиваем на сушу даже не оставляя в полосе прибоя потому что может просто перевернуться и захлебнуться даже просто в полосе прибоя лежа лицом в воду и вся первая помощь точно такая же как я описывал при укусе кобры единственное скорее всего экстрагировать яд уже никакого смысла не будет потому что пока вы вытащите пока все остальное уже пять минут точно пройдут может быть даже больше поэтому прям сразу начинаем с наложения жгута и доставки в ближайшее медицинское учреждение либо на носилках либо на щите то есть в состоянии покоя единственное указанное для фауны в России морская змея да ну один раз нашли дохлую на берегу залива посет самый самый юг дальнего востока интересно ну да интересно меня как не встречалось но живьем вроде не описывает шевьем не находили может быть занесло ну скорее всего скорее всего течением занесло потому что как бы да на столе фигурирует фауны росли интересно да будем знать как хорошо когда Борис Борисович ходит так ну теперь переходим к косминожкам в основном они представляются вот такими да опасные для человека они выглядят как то так гигантские страшные ужасные мощные такие да корабли переворачивают там не знаю что ужас что творят но на самом деле самый опасный для людей осьминожка выглядит совершенно иначе это вот такая вот маленькая штучка голова где-то ну 4-5 сантиметров не больше все остальное то есть щупальцы там сантиметров 10 максимум массы до 100 грамм опять же не больше очень такой красивый водится в водах рядом с Австралией то есть Австралией чуть севернее ближе к экватору но чрезвычайно ядовит то есть настолько ядовит что заряда яда в одном создании хватит на уничтожение примерно 25-26 взрослых мужчин то есть доведение их до летального исхода что интересно что как многие ядовитые животные он снабжен предупреждающей окраской да здесь прям ну все кричит вот эти вот пятна очень яркие то есть первоначально понятно что он выглядит немножечко бледным не так ярко окрашенным понятно что он не заинтересован в том чтобы его кто-то попытался хотя бы съесть но в том случае если на него и к нему какой-то интерес будет проявлять человек то это создание будет от него убегать в три этапа да то есть сначала будет просто пытаться исчезнуть куда-нибудь спрятаться и так далее если настойчивый или не знаю дайвер или еще кто-нибудь там будет пытаться дальше за ним последовать то вот эти пятна ярко-голубые они проявятся то есть это как бы сигнал да что извините я ядовит ежели чего я это смогу применить и после этого если даже человек не отстает то дальше следует уже нападение то есть это такой способ обороны через нападение понятно что он кусается да то есть как у любого нормального осьминога у него есть клюв вот с той стороны головы и у него есть слюные железы в которых содержится очень интересный по своему составу яд значит основной компонент этого яда как это странно бы не звучало тетрадотоксин то есть то что есть в фугу например и во многих других местах ну откуда спрашивается он то здесь откуда выясняется что дело очень просто в этих слюных железах живут бактерии симбионты и вот как раз они и нарабатывают большое количество яда потому что собственный яд осьминога он достаточно простой и он достаточно логичный то есть там практически все что встречается в нормальном живом организме то есть там и серотонин и дофамин да то есть жертва умирает счастливой хотя бы вот и галуронидаза то есть обычный набор ферменты гистамин все остальное то есть тут ничего такого страшного а вот главный компонент яда вырабатывает не само животное а его симбионты такое встречается достаточно редко я бы сказал да то есть редко бывает такое чтобы какой-то симбионт специализировался на столь мощном компоненте то есть на решающем компоненте яд ну видимо это выгодно и бактериям и осьминожке потому что осьминожку поела и соответственно бактериям достались какие-то остатки и всем хорошо ну кроме того конечно кого укусили это как мы знаем опять этот токсин все в принципе понятно это мощнейший мелорелаксант фактически ну как курароподобный эффект развивается да то есть человек просто перестает дышать и не потому что он не хочет этого делать он наоборот хочет мало того он в сознании человек в абсолютном сознании но он не может двигать своими мышцами которые отвечают у нас за дыхание да то есть грудную клетку он поднять не может наоборот сделать выдох то же самое не может и кроме этого кроме этих неприятностей может могут развиваться такие мелочи как например слепота вот и сердечная недостаточность который тоже может приводить к летальному исходу но чаще всего летальный исход наступает именно из-за паралича дыхания значит опять отсюда же следует что нужно делать с этим человеком и что не нужно значит первая помощь естественно извлечь из воды потому что это единственное что мы сможем сделать ну а как еще да то есть его нужно доставать ему нужно оказывать помощь его нужно ввести в специализированное учреждение причем не в абы какое а в то где есть аппарат искусственной вентиляции легких почему потому что нужно будет ждать пока тетрадотоксин метаболизируется выведется из организма до этого времени человеку приходится находиться на аппарате искусственной вентиляции самостоятельно он дышать не сможет значит в том случае если когда вы уже вытащили его на берег у человека развился паралич дыхательной мускулатуры развивается он очень быстро поэтому многие тонут непосредственно в океане нужно делать искусственное дыхание и не прекращать его делать до тех пор пока не приедет соответствующая подмога потому что как только вы остановитесь человек умрет причем даже еще находясь в сознании так бывает с этими с миорелаксантами и самое противное во всей этой ситуации самое неприятное то что никаких антидотов против яда вот этого товарища не существует ну и в принципе как и при отравлениях ядом рыбы фугу и так далее очень большое количество летальных исходов и что интересно оценки расходятся иногда даже в десятки раз просто потому что скорее всего многие смерти как это было например с кубомедузой они просто не регистрируются да кубинуза напомню тоже обитает в водах Австралии такая маленькая прозрачное создание там буквально в сантиметрах в сантиметрах измеряется ее длина и она тоже очень эффективно убивает людей считается одним из самых мощных ядовитых животных опять же в тех краях и вообще в принципе на земле ну переходим к третьей части да они очень красивые то есть настолько красивые что естественно кто-то пытается их потрогать да а кто-то начинает вспоминать сказку причем что интересно сказки же у нас разные есть да это у нас царевна лягушка а в некоторых народах есть сказка называющаяся принц лягушка то есть там как бы пол немножечко другой и там нужно наоборот чтобы принцесса поцеловала он соответственно превратился с прекрасного принца они поженились и жили долго и счастливо ну правда так получается далеко не всегда потому что если лягушка будет вот той о которой мы сейчас поговорим то дело закончится достаточно печально для принцессы то есть целовать таких лягушек крайне не рекомендуется почему потому что они очень ядовиты у них у них на коже накапливается в кожных железах накапливается чрезвычайно опасный чрезвычайно мощный и самое интересное совсем не лягушачий яд то есть по большому счету они просто заимствуют по крайней мере как это сейчас выяснилось было достаточно много версий на эту тему но сейчас выяснилось что это также заимствован яд то есть он появляется у них исключительно из-за определенного рациона питания значит опасными в принципе не все треволазы являются далеко не все то есть если я не ошибаюсь описаны по моему три вида точнее если быть точным то листолазов и в общем то на этом все но тем не менее лучше избегать всех таких ярко раскрашенных лягушек кто его знает но мало ли мало ли они уже они поели то же самое что вот те листолазы и стали плохими основной их яд это батрахотоксин название элементарное то есть по гречески это лягушка и соответственно то есть это лягушачий токсин что он делает он выключает деполяризацию значит чуть-чуть буквально биофизики для того чтобы у нас возникло возбуждение в нейроне предположим клетки мы должны набрать определенный потенциал то есть в милливольтах предположим оно должно стать больше чем скажем там ну не знаю если внизу там где-нибудь минус 70-80 милливольт а на самом пике там где-нибудь 50-60 милливольт ну вот у нас потихонечку потихонечку набирается этот потенциал и когда он достигает определенного порогового значения происходит пик и соответственно импульс пошел дальше пока мы не наберем вот этого порогового значения никакого импульса не будет независимо от того сколько мы здесь набрали так вот этот яд опускает вот это вот значение нижнее совсем туда вниз и возбуждение не наступает вообще никогда то есть нервный импульс попросту не передается что самое противное в этой ситуации связь токсина с каналами на мембране клеток если быть точным только натриевые каналы она пожизненная то есть вот он приклеился и все и больше никуда натриевый канал открыт на распашку и естественно ничего хорошего из этого не получается мы получаем естественно очень выраженный и достаточно быстрый паралич всей мускулатуры это тоже нейротоксин да то есть сегодня получается что мы говорим о нейротоксинах в основном плюс естественно будет наблюдаться кардиотоксический эффект да поскольку там сердце достаточно мощная проводящая система там тоже никаких сигналов генерироваться не будет и опять же получаем не только остановку дыхания но и остановку сердца яд пожалуй третий наверное если брать такой рейтинг да после тех личинок после палеотоксина который мы на прошлой лекции разбирали коралловый яд это пожалуй третий по мощности один из самых сильных и это не белковый яд то есть это алкалоид стероид если быть точным значит возможно ли возможно ли отравление если вы просто потрогали лягушку ну скорее всего это будет ожог достаточно выраженный раз и при длительном контакте если это не удалить некоторая часть действительно попадет внутрь и в общем то отравление будет такие случаи тоже описаны правда до летальных исходов в этом не доходит главное то есть что вы должны сделать после того как потрогали лягушку потрогать потом себя скажем в районе рта этого будет достаточно для того чтобы узнать вот эту всю прекрасную клиническую картину самое интересное что этот яд заточен на 37 градусов то есть у него максимальная максимальная активность наблюдается как раз при 37 градусах то что надо для теплокровных животных получается что это как бы защитное оружие то есть понятно что лягушка это лягушка она не будет гоняться за мышами за каким-нибудь за теплокровными да и еще за чем-нибудь это защитная реакция от тех хищников которые ходят с теплой кровью что интересно описан один вид змей то есть холоднокровных которые умеют питаться этими лягушками но у них так сказать устойчивость организма все-таки не стопроцентная и поэтому когда змея такую лягушку ест ей прям плохо то есть она ест этих этих лягушек только в том случае если есть вообще нечего хотя сложно это представить где-нибудь в колумбии там по-моему столько еды но тем не менее значит какой момент этот яд встречается у трех видов которые являются дневными и это тоже понятно почему да потому что днем они на виду днем особо никуда не спрячешься отсюда яркая краска да то есть они показывают мы ядовиты и соответственно выжили соответственно в процессе эволюции выжили те лягушки которые сумели накопить достаточно большое количество яда причем сами они к нему абсолютно устойчивы то есть никаких проблем с этим у них нет и те которые те которых просто не съели по этой большой по этой очень даже веской причине а вот вопрос раз эти змеи кушают все таки давится плачет надоедает эту лягушку а у них вот этот вот токсин замечательный не сохраняется в крови какое-то время я думаю что вряд ли я думаю что ну нет ну понятно что некоторое время да понятно некоторое время скорее всего да но я думаю что он тут я не готов ответить конкретно потому что я не стал дальше копать по этим змеям как конкретно они защищаются но можно предположить что у них либо есть опять же какая-то особенность какой-то либо какая-то особенность пищеварительной системы которая позволяет его расщеплять ну то есть как все равно какое-то время почему потому что я вспомнила да вот перед этим на первые лекции когда рыба то ядовито это нет но получается если столкнулся с любителем покушать змею то такой вот змея после лягушки это я думаю не самая шустрая шанс есть трава нет насколько я помню этих змей не едят они их в пищу не используют нет нет понятно это не пищевая змея это что-то такое да это совсем не пищевая змея да шанс вот так вот шанс нет 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 ну я так думаю что местные подозревают я еще чуть-чуть попозже еще затрону еще примерно такое же создание похожее нет ну а местных это понятно но всякие же бывают нет ну я сомневаюсь что кто-то приедет в сельгу предположим там или в джунгли в амазонске и начнет тут же есть этих змей ее еще найти надо это в общем достаточно сложно я думаю что там будет чего поесть значит антидота специфического противобатрахотоксина не существует но есть очень интересное такое наблюдение и в общем то это даже местами применяется в клинической практике это тетратотоксин то есть получается что один сильнейший яд мы натравливаем на второй сильнейший яд понятно что они друг с другом не взаимодействуют но тетратотоксин он действует и дальше да чем батрахотоксин причем радикально то есть если этот открывает натриевый канал то этот их там плохо закрывает и как показывает практика во-первых он обладает профилактическим эффектом ну то есть вот если человек уже отравился понятно что не заранее его отравить там рыбую фугу или какой-нибудь специальной гадостью да в том случае если человек уже отравился и мы вводим вот эту пару то те каналы которые еще не открылись навсегда да они закрываются и после этого да ну нет там как раз не навсегда потому что там это явление обратимое и кроме того кое-какие открытые каналы удается закрыть в том числе и потом потому что они действуют на разных сайтах и именно поэтому в общем то единственное наверное на сегодня более-менее приемлемое лечение понятно что оно должно проводиться исключительно в условиях стационара потому что ну вы понимаете да что можно очень легко перебрать тем же тетрадотоксином ничего хорошего из этого не получится да то есть тут приходится очень точно все это за этими следить вещами а там какая-нибудь реанимация идет все это время ну как там с искусственным дыханием нет ну это понятно да это все понятно но проблема именно в том что связь то есть постоянная он один раз связался и все он сломал напрочь канал и ничего с ним сделать нельзя но вот единственное позвать на помощь еще более мощные я и они друг с другом начинают драться ну да потому что они мощные а так потом из организма выводят тетрадотоксин распадается с ним как раз попозже вот нет это в смысле это самое канал это это же белковые новые новые сделают но в том то и дело они тоже имеют срок жизни конечно да это да но по крайней мере есть шанс выжить хотя бы ну если до этого времени дотянут тебя ну в общем то значит итак кто у нас снабжает лягушек вот этим страшным ядом вот такие жучки белориды значит они внутри себя производят токсин лягушки соответственно питаются жучками и умеют накапливать и выделять через кожные железы то что находится внутри жучков вот такая в общем нехитрая схема но работает просто замечательно по крайней мере для лягушек не знаю а лягушкам прям замечательно и еда есть и одновременно оборот это вот так называемая золотая лягушка да или ужасный листолаз это самая мощная из них из всех которую трогать вообще нельзя да значит всего один миллиграмм яда убивает десять тысяч мышей вот один миллиграмм ее яда убивает десять тысяч а один грамм пятнадцать тысяч человек достаточно крупных мышечек и что самое интересное да что у нее примерно один миллиграмм яда и есть представлен следующим составом да то есть пятьсот чистого батаркотоксина который из них самый мощный у него самая маленькая срединно-летальная доза далее гомобактер токсин он менее опасный и батаркотоксин а у него средне-летальная где-то тысяча тысяча микрограмм по-моему тысячи да тысяч микрограмм на килограмм массы тела то есть еще больше чем у батаркотоксина он не такой опасный но тем не менее вот этой вот смеси вполне хватает на то чтобы гарантированно убить человека и опять же такие случаи неоднократно описано в течение двух лекций обсудили практически всех да то есть все всех представителей и как-то не затронули птиц ну и я вопрос этот оставлял так сказать не для биологов но блин что с вами делать практически все специалисты сидят поэтому спрашивать у вас существуют ли ядовитые птицы я думаю смысла нет вы прекрасно знаете да что ядовитые птицы у нас существуют и точно по той же причине абсолютно то есть есть как минимум три вида описанных в папуане живут они питаются теми же жучками и прекрасно умеют накапливать этот же батрахотоксин он у них находится на поверхности перьев и если эту птичку пожамкать да то описаны и развиваются на сто процентов очень выраженные химические ожоги и в том числе классические отравления батрахотоксина без этого никак товарищ это фотошоп головы рук нет неволи ну вот опять смотрите я еще не все сказал за ножки держат да ну вот да во первых он держит за ноги все таки то есть не так сильно во вторых скорее всего эта птица не невольная то есть скорее всего это нечто либо домашнее либо домашнее что то в этом роде потому что если и у лягушек то есть если их переселяют предположим в какое то другое место в тот же аквариум в террариум и начинают кормить нормальной пищей не ядовитой то эти лягушки становятся не ядовитыми даже вот та золотая которая самая там ужасная листолаз он становится нормальным его можно гладить даже целовать только в принца он не в принцессу не превращается а так становится абсолютно безопасным то же самое касается этой птицы поскольку это не их яд это сторонний яд извне и только в том случае если он поступает извне эта птица или предположим та лягушка они оказываются ядовитыми если человек начнет есть регулярно этих жучков это интересная мысль но я так думаю что он очень быстро он очень быстро умрет от того батархотоксина который там есть то есть это будет просто это будет более короткий путь потому что это же надо поймать лягушку да ее потрогать потом обрезать руки а здесь просто сразу можно жучков есть и уже все эффект достигается сразу птица вот очень интересно да называется я правда не знаю как вы дарили то ли питоку то ли питоку ну если посмотреть латинское название то понятно что одна буква пропущена вот и птичка в общем не очень хорошая и действительно не хорошая то есть местные ее считают абсолютно непригодной ни для чего не для пищи не для не для держания дома ну это потому что они видимо не знают что нужно менять и рацион в этом случае она станет безопасным ну вот да такое у него отинское название так ну и мы закончили на этом наш и большой курс весь бытовой токсикологии и обсуждение ядовитых животных понятно что сюда очень много кто не вошел да то есть мы не обсуждали не знаю ну край то в тех же да если мы говорим о аспидах не обсуждали тайпанов австралийских да хотя это в общем то тоже достаточно известная очень 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 ядовитая змея бумсланга да замечательный совершенно ужик это уж да причем очень сильно ядовитый против него есть специальная сыворотка разработана южно-африканское создание приходилось видеть очень редкий фотокадр в одном гнезде сидят черная мамба и бумсланг то есть они сидят вместе караулить жертву и как-то не дерутся все нормально вот фотография совершенно изумительная то есть настолько редко я так понимаю их сочетание значит что еще мы не обсудили ну не обсуждали ту же рыбу фугу да например ну по большому счету много кого не обсуждали и опять же здесь я у меня была домашняя заготовка да да для не подготовленной аудитории спросить какое самое опасное животное в российской федерации в этом смысле ядовитая нет человек ну нет ну человек конечно сволочь но не ядовитый пчелы пчелы это чемпион да ну то есть шерстные осы пчелы это чемпионы по уничтожению россиян вот среди ядовитых созданий элементарно да то есть причина простейшая у них даже нет настолько мощный сам по себе яд сколько во-первых склонность к множественным укусам да то есть очень редко бывает такое что вас кто-то укусил и все потому что в тот момент когда гибнет та же самая ну опять же кому я рассказываю да в тот момент когда гибнет пчела феромоны которые естественно у этих созданий есть вот да Сергей Белков отдельно говорю да специально что там да там настоящие феромоны и соответственно идет команда на атаку и чаще всего получается что человек страдает от множественных укусов особенно например когда в домах сшибают какое-нибудь осиное гнездо совершенно случайно либо какие-то земляные осы да опять же на участках ну они слабенькие ну когда штук 15-20 укусит мало не покажется 18 за левое ухо не считая всех остальных никакого вообще ну это наверное просто иммунитет биологический вот одна пчела дает а вот пчела да ну это связано в том числе и с особенностями да потому что те же осы у них гладкое жало и вошло-вышло а если мы говорим о пчелах то у них зазубренное жало и оно вошло и мало того что когда пчела пытается потом взлететь у нее вырывается вот этот мешочек с ядом и там есть отдельная мускулатура да которая обладает автоматизмом то есть он продолжает сокращаться и вводить яд даже после того как насекомое погибло чаще всего люди умирают от анафилактического шока то есть не от того что им ввели какое-то некое количество ядов он конечно малоприятный но не смертельный но самая частая причина летальных исходов это анафилактический шок к сожалению у нас в аптеках не продаются ручки заряженные адреналином потому что это очень бы сильно спасло во многих ситуациях потому что приходилось сталкиваться когда опять же купленная за рубежом такая ручка она спасла одному человеку не маленькому человеку жизнь потому что ну как еще потому что когда развивается анафилактический шок вы ничего не сделаете инъекция адреналина спасает ну по крайней мере позволяет дождаться прибытия скорой помощи которая на ту же дачу может добираться очень и очень долго это же сильно зависит от того где дача где скорая и так далее значит в принципе там достаточно сейчас известная проблема с теми же ручками да со шприц ручками что производитель задрал на них цену просто до небес то есть пара пара инъекторов заряженных стоит по моему около 600 долларов то есть это теперь не укупишь с другой стороны опять же свободная рука рынка сделало очень просто что появились компании которые будут производить дженерики и эти дженерики как минимум в два раза дешевле то есть уже 300 долларов за два инъектора это уже в принципе ну более-менее подъемно особенно в том случае если какой-то человек склонен к аллергии да то есть все точно знают что у него аллергия на это дело на укусы пчел посмотрел на эту цену адреналин сам пошел ну или как вариант да это хороший вариант да ну с другой стороны я думаю что ребенка это не напугает это скорее его родители напугают вот да а страдают все-таки в основном дети потому что им и нужно поменьше и бывает так что у них аллергическая настроенность повыше но укусы шершни это по-моему не конкуренция один ты можешь они по боли да то есть они вот если считать вот эту шкалу ужаления да шмидт шершни там достаточно так хорошо расположены то есть шершень это такой большой ос да и там даже не столько яд наверное сколько вот там болевые ощущения там еще шил такое ну да он в общем то вот такие то есть шерстные достаточно громадные другое дело что все-таки на дачных участках они не так часто встречаются но у нас живут есть да а кто же не ходит за малиной за грибами здесь ну и вот расход интересно потому что я в основном встречал земляный хоз встречал ос вот этих стандартных скажем так который из пергамента притушку и пчел а шерстник как-то не попадает нет у нас вот есть шершни и сколия такой бурый шершень чуть поменьше волосы но она спокойнее сколия почему же наша промышленность не упускает антидоты а вот это большой вопрос во-первых ну преднизолон да но он все-таки действует не так быстро с другой стороны ну просто рекомендуется например людям которые к этому склонны действительно носить преднизолоновые ингаляторы ну либо те которые содержат в себе гормональные препараты потому что основной из-за чего основная проблема это невозможность дышать да то есть происходит отек гортани круг и хоть супрастин какой-то аскать ну его еще проглотить надо это первое а во-вторых инъекции ну опять же то есть это надо надо хранить соответствующих условиях вот это все-таки и колоть уметь я таблетки таскаю ну таблетки да но сразу мы в основном таскаем вот эти вот ингаляторы благо у супруги она постоянно в запасе есть вот значит что еще ну и понятно что очень многое не обсудили действительно и многие вопросы и все остальное поэтому вот такой небольшой анонс да что в следующем году в альпина нонфикшн выйдет книга которая появилась в том числе благодаря вам да тому что я читал на вас весь этот курс вы это выдержали вытерпели задавали много интересных вопросов которые в том числе войдут в книгу то есть я понял что нужно рассказывать что не нужно что расшифровывать что можно опустить и так далее она будет посвящена в принципе всей такой вот бытовой токсикологии да то есть будет и соответственно алкоголь будет и кофе будет и домашняя химия ну будет и вот эта часть да и судя по картинке да наверное многие уже узнали руку мастера да присутствующего да 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 и соответственно да 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 и иллюстрации будут Олега Добровольского так что это как бы уже по традиции да это как бы почти гарантирует попадание как минимум в лонглист просветителя вот то есть да это в таких меркантильных интересах потому что это как бы уже такое вот как этанол с кофеином да вот тоже самое здесь в данном случае это проводник как раз туда в сторону премии значит опять же книжка иллюстрирована я так думаю что она будет большая намного больше чем пациент разумный да который имеет смысл приобретать потому что он уже кончился и будет отпечатка то есть где-то месяца полтора два его надо будет либо искать либо ждать вот и надеюсь что это будет интересно в том числе и тем кто на лекциях не был ну и те кто был на лекциях да не подчеркну что-то новое и интересное потому что на лекциях опять же все не расскажешь да хочется и то рассказать и то в книжке можно нарисовать схему можно подробно все расписать можно историю вспомнить и так далее это все-таки гораздо проще поэтому книжка в следующем году будет ну и все да с наступающим новым годом всех да тут как выяснилось да этот новый год как оказывается через десять дней всего ну и да спасибо за то что были с нами я так надеюсь что хозяева окончательно меня не выгонят да я конечно я понимаю что они долго терпели мои сольные выступления тут ежевечные надеюсь что будут еще какие-то лекции но уже по другим темам благо тем много всяких к сожалению теперь как-то более в разбивочку пойдет да то есть курсом уже вряд ли будет так что да давайте да есть ли вопросы вообще в принципе по курсу по всему то есть последняя возможность но опять же биологи почти что вы можете это я наверно вас могу спрашивать что-то для книги да поэтому зачем лягушки с такое количество яда если она может быть столько человек с запасом ну она же не может это регулировать она ест то есть это не система выделения она поела и все то есть она же не будет управлять каким-то если бы она умела ну может быть она же все таки создание достаточно простенькое не свой яд ресурсы на него нет раз а жучку зачем этот яд ну наверное за тем чтобы не ели ну или ели не все а кольчатый осьминог интересно свинобный вы его так красиво нет ну это понятно что бурошу это не он там был нет это был не он он пробовал его кто это я думаю что не рискуют ну чисто теоретически да то есть если тедродотоксин у него локализован в слюных железах ну да то может быть как с рыбой фугу имеет смысл да например там вычищать это ну насколько я специально поискал ну мало ли осьминог а вот там тоже не сильно крупно а да продают вот таких беби осьминог кстати а паэлью делают там вот такими вот предположим осьминожками и даже пицца бывает с ними вот то есть они маленькие это как бы ни разу я специально поискал меня этот вопрос интересовал потому что фугу едят да ну там как бы понятно там локализован потому что яд а здесь все таки если есть слюные железы соответственно есть кровоток и по идее наверное все таки в общем кровоток этот яд тоже должен быть он термостабилен да то есть у него температура разрушения если я не ошибаюсь градусов 225 то есть это надо так основательно обруглить для того чтобы это создание да в общем то стало безопасным я думаю что ну мне не попалось я специально поискал не попалось чтобы его использовали в кулинарной цели в общем проще не есть да потому что есть много других съедобных точно съедобных на сто процентов альбарчик если это алкалоид то по идее с кожи можно ну пожалуйста то есть я почему говорю что самое главное что это просто не прикасаться вот к слизи с рта нос вот то есть чтобы это не попадало в кровоток сразу если саму в уксусе скупать я думаю она будет против ну там же работает скорее всего не аминогруппа все остальное но будет это в виде соли ну и что так что просто лучше не трогать ну все тогда спасибо большое да за участие в клубе да надеюсь еще увидимся спасибо 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 спасибо